Здравствуйте! Я Катя Оруджева, это программа «Арсенал конверсия», где мы рассказываем о современном искусстве. Что можно сделать со старыми досками? Можно их просто выбросить, можно отправить на переработку или создать произведение искусства. При условии, что вы современный художник, конечно. Сегодня в программе лайфхак, как старые доски превратить в произведение современного искусства. Выставка посвящена Нижнему Новгороду, его истории, его городской среде. И работа с этой средой неизбежно сталкивает нас с деревом, как одним из главных материалов, из которых в свое время город, его исторический центр был построен. Таким образом, художники не ставят своей целью, стратегической целью, осмыслить дерево как материал. Но на практике именно дерево как медиа становится основным инструментом работы художника, тем материалом, из которого он создает свои произведения. Уже много лет я лазаю по этим старым домам, я ищу игрушки в основном какие-то, то, что меня интересует. И я, мне кажется, эта фактура очень интересная, и она такая неистасканная. И она, в общем-то, очень точно рассказывает о том, что вообще происходит. Эти дома горят практически каждую неделю, они где-то горят. Даже на покровке летом сгорел такой дом старый, деревянный. Вот эти вот старые фотографии. Ведь эти фотографии, которые я изобразил на этих дверях, их просто там бросили люди. Это прошлое, которое они ставили там позади себя и переселились в другие дома. Оно там осталось, и оно там... И мне показалось, что это очень органично входит в этот проект. В выставочном пространстве арсенала двери Александра Лаврова расположились рядом с инсталляцией Владислава Ефимова «Живой уголок». Хотя на самом деле эти работы художников столкнулись гораздо раньше, в 2015 году, когда оказалось, что с одного и того же уже нежилого дома Александр снял двери, а Владислав – наличники. Все-таки любое произведение художественное, которое делает художник, оно несколько локально, да, и несколько ограничено. И здесь, в выставке «Живых», конечно, более широкое поле для интерпретации смыслов, вообще, в принципе, как на выставке, и в это поле попадает автоматически «Живой уголок». Я это видел даже по реакции публики. Потому что упиваться фактурой, также как упиваться изображением его красоты и пластика – это несколько, ну, не совсем то, чем я занимаюсь. Это не то, чем я занимаюсь совсем. Поэтому, в принципе, здесь эта вся фактура, весь осамбляж получился автоматически, помимо моих каких-то, ну, эстетических пристрастий. Ну, как бы не думать о красоте и гармонии, даже не думать о художественных каких-то его достоинствах. Если правильная идея, то это сколачивается само, и потом само автоматически начинает работать и служить людям, их интерпретациям. Гуляя по историческому центру, художник задумался о том, что в каком-то смысле наше уходящее деревянное наследие похоже на вот эти инвазивные растительные виды. Оно не нужно природе, оно не нужно человеку. При этом оно продолжает существовать по каким-то своим, в общем-то, не столько культурным, как нам бы, наверное, этого хотелось, сколько по неким биологическим законам. И вот, пытаясь найти функцию некому ненужному биологическому виду, Алексей и придумал свой проект, который называется «Кристаллизация тлена». «Кристаллизация тлена» Следите за историями современного искусства, смотрите «Арсенал конверсию». И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!